В субботу пройдет заезд в рамках открытого чемпионата Украины, а в воскресенье состоится главный старт уикенда – международная гонка первой категории СК и СД КАП. Я считаю, что город Донецк достоин таких мероприятий, тем более, что городские власти идут на прецедент такого масштаба, что именно в центре города, в Центральном парке имени Щербакова проводится это мероприятие. Это символично, потому что не в каждом городе есть возможность провести международные соревнования такого высокого ранга. Организаторы отмечают очень сильный состав соревнований, который стал самым представительным за всю шестилетнюю историю гонки. Это сразу обозначило серьезный подход в подготовке соревнований, в которые участвовали многие городские и областные структуры. Я думаю, что усилия федерации, клуба СД, областных организаций и города Донецка соединяются вместе. И это дает возможность масштабно проводить такие соревнования, увеличивать не только количество стран-участниц, но и спортсменов, выдающихся привлекать, которые на сегодняшний день в своих странах являются лидерами и борются за завоевание лицензий на Олимпийские игры. И эти соревнования являются одним из подготовительных этапов уже непосредственно к чемпионатам Европы и мира, где спортсмены, которые хотят попасть на Олимпийские игры, будут стараться завоевать это право. В оргкомитете соревнований есть и профессиональный гонщик – дончанин Игорь Богдан, участвовавший во всех пяти предыдущих гонках. В этом году он из-за травмы пропустит старт, однако будет выполнять функции начальника дистанции, на которой знает буквально каждую точку. Ну, произошла травма у меня буквально. Я готовился к этой гонке, хотел еще доказать себя, что я могу. Была тренировка у нас опасная, падение, то есть ушиб ноги буквально за пару недель до этих соревнований. Среди фаворитов велогонки – Марик Галинский из Польши и россиянка Вера Андреева, которые имеют наиболее высокие рейтинги и входят в список 50 лучших гонщиков рейтинга Международного союза велосипедистов. Также среди тех, кто будет претендовать на призовые места, есть и украинцы. Все надежды отечественного маунтэнбайка будут возложены на Дмитрия Титаренко из Винницы и Наталью Кромпец из Тернополя, имеющих самый высокий рейтинг среди соотечественников. Трасса, как и была, то есть для меня всегда она была тяжелая, эта трасса, в плане того, что скорость большая, конечно, тут сильно изматывает, потому что надо держать темп, не отставать ни от кого, то есть отдыхать реально негде. Пришедших на гонку зрителей в воскресенье ожидают не только заезды участников и розыгрыш призов в ходе лотереи. Настоящие гурманы велоспорта будут поджидать участников в районе дамбы в парке Щербакова. Тут есть наиболее крутой подъем и коварный спуск, на которых и будут определяться лидеры гонки. Наталья Шевченко, Василий Дмитриев, Первый муниципальный. Продолжение следует...